Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня вместе с вами под расслабляющую классическую музычку мы продолжим заниматься различного рода эволюциями и должен признать, что мы достигли очень больших успехов. Вот так вот на данный момент выглядит наша родная планета Земля. Мир микроорганизмов, в общем-то, тоже впечатляет. Здесь огромное множество всяких разных штуковин. И, друзья, мы смогли наконец-таки выйти в подводный мир. Здесь у меня где-то обитает одна маленькая губка, вот она торчит снизу, и даже у нас есть медуза, друзья, которая величаво покоряет этот бескрайний океан, в котором ничего нету. Ну и что ж, игра меня за время отсутствия щедро наградила очками энтропии, и эти очки я хочу сейчас, друзья, потратить на огромное количество прокачек. И что ж, давайте, наверное, начнем с каких-нибудь интересных живых организмов. Например, с книдоцида. Книдоцид. Одно из первых органических видов оружия. Эта клетка взрывообразно выстреливает токсичным гарпуном для самозащиты и захвата добычи. Вау, выглядит и звучит очень круто, но, походу, она у нас в океане не появится. Это некая разновидность губки. Я как... так... я так понимаю. Нет? Разве нет? Да, смотрите-ка, этой штуки нигде у нас не образовалось. Все так же старая добрая губка и старая прекрасная медуза. Ладно, но уж плоский-то червь 100% появится. О, у него даже есть глазки. Ха-ха, какой милаш. Протеинтробрат. Первый организм с двухсторонней симметрией, которые формируют начало мозга и внутренних органов. Стоит 200 тысяч, друзья, и будет приносить 400 энтропии в секунду. Это очень много, и я смогу гораздо сильнее разбогатеть. Вот, в общем-то, и тот самый плоский червь. Но почему его просто закинули в океан? Как какой-то мусор. Он как будто в невесомости. Он вообще передвигаться может или нет? Или он чисто подвластен течению, и все? Ладно, жизнь создана, у нас появился прекрасный малыш плоский червь. Хорошо, друзья, теперь не мешало бы немного прокачать то, что у нас уже имеется. Например, мышцы или нервную систему. Тогда, возможно, станут доступны новые интересные виды. Ткани в телах животных, которые позволяют им двигаться. Ну, а ведь у медузы или плоского червя есть же что-то походящее на мышечную систему, ведь они передвигаются? Ну, возможно... Хотя я не знаю, я не знаю, друзья. Я хотел сказать, что медуза с помощью электроимпульсов... Ну, это же электричество, и должно что-то сокращаться. Сокращается некое подобие мускул. Не знаю. Так, и плавание, друзья. Медуза на 50% более эффективна. Как будто на данный момент моя медуза плавать не умеет. Это даже можно воспринять как оскорбление, и она фантастически передвигается в невесомости. Простое плавание дало многим организмам возможность впервые перемещаться из одного места в другое. Может быть, тогда наш плоский червь научится передвигаться. И мне нравится, как звучит радиальная симметрия. Организмы, которые можно разделить на идентичные части. Эта симметрия открывает путь для органов, таких как мозг млекопитающих. О, нифига себе, у нас могут появиться первые млекопитающие даже. Что ж, впечатляет. О, можно отдалить, да? Отлично. Что у нас есть еще? Кокон. Что такое кокон? Оплодотворенные яйца заключены в кокон внутри тела плоского червя. Кокон выходит в океанские воды. Кокон обеспечивает питание яйца, которое будет развиваться, а затем вылупляется. Плоские черви гермафродиты. То есть они имеют как мужские, так и женские репродуктивные компоненты. Что ж, прекрасно. Мне эта эволюция нравится просто за счет того, что каждый мой клик теперь станет гораздо эффективнее. И я буду больше зарабатывать очков энтропии. И в итоге будет больше эволюции. Так, а что у нас связано с планетой Земля? Потому что я прокачиваю исключительно живые организмы, но наша планета никак пока не эволюционирует. Почему, непонятно. Наверное, нужно прокачать ядро, и тогда откроются новые пути. Хотя ядро же у меня прокачано уже. Посмотрите, здесь есть несколько ответвлений, которые мне почему-то пока недоступны. Может, я должен ту же самую аминокислоту много раз еще прокачать, и тогда ответвления станут доступны. У меня, в общем-то, деньги есть. Я могу себе это позволить. Но не в таких количествах. А да, смотрите-ка. Докачали до 50, и сразу стали доступны новые интересные штуки. Видимо, и ДНК придется прокачать. Так, полип... Полиптиды. Полипептиды. Когда аминокислоты связываются вместе, они создают цепочку, которая становится неотъемлемым строительным блоком в создании белков. Но это очень дорого стоит. Зато аминокислота станет на 50% эффективнее. И большую часть денег энтропии, извиняюсь, принесла мне, по-моему, именно аминокислота, или ДНК, или прокариотическая клетка. Ладно, двигаемся пока дальше, а вернемся назад, когда будет много денег. Переходим к нервной системе. Система клеток, которая посылает раздражителей через тело в виде электрических импульсов. Опять же, медуза станет гораздо эффективнее, и новая прокачка не открылась. Видимо, позвоночник, друзья. По-любому нужно изучить позвоночник, когда появятся даже рыбы, я полагаю. Позвоночник защищает спиной мозг и буквально является основой эволюции человека. Ну, о человеке говорить, разумеется, пока рано, но о рыбках каких-нибудь позвоночных было бы неплохо. Но все равно пока ничего не доступно. Так, двусторонняя симметрия. Плоский червь на 10% будет эффективнее, но там нарисован почему-то рак. Ну, раки прекрасны. Организм с одинаковыми сторонами, левой и правой. Это означает, что он имеет парные органы восприятия, голову и хвост. Что ж, что бы это ни значило, это хорошо. И да, друзья, нам становится доступна рыба. И стоит она, черт возьми, почти... Почти 2 миллиона, да? Лимон 700 фактически. Ну, без малого. Все остальные прокачки прям очень-очень дорого стоят. А что мне нужно прокачать для того, чтобы стало доступно новое усиление клика? Рыба это, конечно, существо очень милое и приятное, но... Черт, пигментное пятно. Почему у него глаза? Это, видимо, и есть самые пигментные пятна. Примитивный глаз позволяет организму ощущать свет от темного... Ну, да, свет от темного. Странно звучит, но да ладно. Нет, прокачивать это я пока не буду. Блин, мой клик дает всего лишь 225. Это очень мало. Конечно, с помощью кликера я могу все это дело еще прокачать, но... Ладно, что будем, друзья, прокачивать? Я даже и не знаю. Добьем, наверное, до рыбы и посмотрим, что появится дальше. Или сердце прокачать. Начало системы кровообращения. Сердце это орган, предназначенный для прокачки крови через организм. Ну, это понятно. Все знают, что такое сердце, я думаю. Ладно, друзья, настало время немножечко поиздеваться над нашей планетой Земля и сделать нечто вот такое. Чтобы нам хватило, наконец-таки, на рыбу. И да, слушайте, хватает уже. Давайте, наверное, даже добьем до 2 миллионов. Я не знаю, сколько кликов происходит здесь в секунду, но добьем до 2 лимонов, прокачаем рыбу и... Будем думать, что делать дальше. Пассивный доход, если честно, оставляет пока желать лучшего. Вся сила моей эволюции заключена в одном маленьком клике. Ну, не в одном, во множестве маленьких кликов. Ну, да ладно. Так, с рыбкой, иди сюда. Лям 67. Сколько ты будешь производить? Нифига себе, так она даст нам офигенный прирост. 6666 в секунду. С плавниками для маневра древних морей. Рыба развела черты, которые сделают их вершиной хищника моря. Ну, да, рыбка, становись. Эх. А как же гигантские кальмары, черт возьми? И вот рыба, похожая на карася, да? Караси вкусные. Или это кар? Ну, так или иначе, рыба выглядит фантастически, друзья. Фух. Первая нормальная океаническая жизнь скоро станет нашей едой. Не плакай и не ной, скоро станешь ты едой, рыбка. Так, а где там наша губка? Я не хочу упускать ее из виду. И она, по-моему, нет, она все еще там торчит. Камера немножко изменилась, и за счет этого, черт возьми. Ну что, смотрите, какая у нас теперь прибыль. Прибыль у нас просто... Фух. Так, а следующая серьезная прокачка стоит... Угу. Рыбное яйцо. В смысле икра. Автономные системы жизнеобеспечения в мокрой среде. Прекрасно, да. Сила нашего клика увеличится. Точнее... Плюс один процент вашего бездействия энтропии в секунду. Я не понимаю. То есть, чем больше я не кликаю и ничего не делаю, тем больше пассивный доход. Я понимаю, что это так и работает. Потому что другого объяснения я найти не могу просто. Не получается. Ладно, давайте заселим наш океан. Например, большим количеством губок. Деньги у нас на это имеются. И добавим несколько медуз. Потому что, ну, пока все это выглядит довольно скудно, да, мой океан? Ну, и опять же, доход у нас сильно возрос. Что там теперь с океаном? О-о-о-о! Вот теперь жизнь процветает. Здесь есть один плоский червь, целая куча медуз. И огромное несчетное количество губок. Так, кто их будет считать, я не знаю. Поэтому несчетное. Так, ну и что дальше? Плоского червя, наверное, надо добавить еще одного. Как бы жалко, они не смотрелись в океане. Но зато, чем их больше, тем больше производить они будут. Так, у меня уже 18 тысяч. Почти 19 тысяч в секунду энтропии. Хорошая прибыль, друзья, хорошая. Но на этом останавливаться я не планирую. Давайте я немножечко покликаю и вернусь к вам. Ну вот, друзья, я как следует прокликал нашу планету. И теперь у меня образовалась сумма энтропии в целых 15 миллионов, друзья. Что ж, я даже и не знаю, на что ее потратить. Глаза просто-напросто разбегаются. И, наверное, давайте прокачаем сердце. Тогда плоский червь будет на 50% эффективнее. Плоский червь, у него есть сердце даже. Ну, наверняка, да? Ведь как-то жидкость должна и жизнь в нем циркулировать. Но давайте прокачаем. Прокачка, в общем-то, недорогая. Зато эффективность на одну тысячу возросла. Прирост энтропии. Также у нас есть нервные волокна. Которые сделают нашего маленького дружка еще более эффективным. Тоже прокачаем и 22 тысячи уже в секунду. Потрясает. Хм, и вот что я думаю. Наверное, стоит довести уже до предела те же самые эукариотические клетки. Ну, до 50, конечно, я их не прокачаю. Но, не знаю. Хотя, может быть, даже до 50 и прокачаю. Прибыль растет вообще? Ой, ну еле-еле, друзья, прибыль растет. Смысла практически нет в прокачке эукариотических клеток. Только ради открытия новых каких-то апгрейдов. Такс, как теперь... Ой-ой-ой-ой-ой. Как теперь этот мир, наш первичный бульон, жестко заполнен? Ну, прекрасно. ДНК бы сюда еще побольше добавить. Но смысла я не вижу большого в этом. Где там у нас ДНК? Давайте, несколько штуковин подкинем. Каждая ДНК дает всего лишь несколько единиц производства энтропии в секунду. Ну, совсем уж незначительное. Но да ладно. Оба-на! У нас появляются хромосомы. Что делает ДНК на 50% эффективнее. Но я очень не хочу прокачивать это за 3,5 миллиона в данный момент. Молекулы, содержащие часть генетического материала организма. Прекрасно. Но я хочу, друзья, прокачать, скорее всего, рыбное яйцо. Чтобы мне стал доступен новый, более серьезный клик. И он пока не доступен. Видимо, нужно справиться с щелестью. А давайте прокачаем пигментное пятно. Оно сделает червя еще более эффективным. Ну и сколько? 27 тысяч. Да, серьезно, это круто. Я даже думаю, что стоит несколько червячков прикупить-то, друзья. Это даст нам хорошую прибыль, в конце-то концов. Давайте, давайте, прикупим. Прям на все деньги. Я взял себе червей. И прибыль у нас теперь 64 тысячи в секунду. Давайте я еще покликаю. Еще что-нибудь купим. Вау. Сумма в этот раз стала еще больше. И вот теперь-то мы точно уж сможем разгуляться. Что ж, погнали к дереву. Но, конечно, гулять я пока не буду. Я хочу добиться улучшения клика. Именно поэтому давайте, наверное, прокачаем сперва рыб. Чтоб они стали на 25% эффективнее. Газоносный пузырь, который исходил от выроста кишечника. Серьезно? Вау. Легкие давали бы тетроподс средство для работы на суше. Вау. У нас появится теперь и суша вскоро. А вот и тетропод. Первые колонизаторы. Тетроподы относятся к животным, которые отрастили ноги и адаптировались на суше. Вот это интересно. То есть мы реально сможем сейчас выбраться на сушу? Вау. Первые животные выходят из океана и начинают жить на суше, друзья. У нас теперь появляется еще и суша. Только на суше пока никого нет. Очень даже жаль. Зато мы можем прокачать, если я правильно понял, рептилию. Но стоит она 73 миллиона. Первые животные устанавливают свои вновь развитые ноги на суше. Рептилии были исследователями совершенно нового мира. Но на них мне пока не хватает, поэтому прокачаем челюсти нашим рыбам. Челюсти сделали дыхание более эффективным, предлагая эволюционное преимущество. И черт побери, походу дальше мы продвигаться не сможем, пока в нашем арсенале не появится рептилия. Но 73 миллиона сегодня накликать я уже не успею, к сожалению, и так много накликал. На этом, друзья, мы пока остановимся. Если вам игра понравилась и видос, можете поставить лайк, подписаться. Буду вам очень благодарен. Ну а с вами был Перпятум или же Александр. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, всем удачи, всем пока. Будьте счастливы.